День уважения к 84-летию генерала Деголя. Книга Арменина из Константинополя «Ара Гюлера» включена в список книг Турции «Друг детей». Геттошен – одно из самых густонаселенных сел Арцаха с богатым историческим прошлым. Баку уничтожил церковь субамбардсман Берцори. Выставка «История одного Вишапакара». Ереванский государственный камерный хор получил первый приз на фестивале-конкурсе «Айновка». С одной стороны, Северский мирный договор подписан с Британской империей Франции, Италией и Японией. Также малыми союзниками – Армении, Бельгии, Греции, Фиджазом, Польшей, Португалией, Румынией, Сербско-Хорватско-Словенским государством и Чехословакией. Представителем Армении был Аветис Агарунян. В своих воспоминаниях он написал «10 августа, день подписания Северского договора, был самым счастливым днем моей жизни. 10 августа Агарунян на машине добирается до Севера, куда в 16.00 прибывает премьер-министр Франции Александр Милеран, который также был председателем конференции. Судебный пристав приглашает турецкую делегацию. Воцарилась полная тишина. Это было похоже на смертный приговор. Наказанной была Турция», – написал Агарунян. Председатель конференции приглашает турецких делегатов подписать договор. Первым подходит Хаади Паша, далее подписывают Тефрит Бей и Ришат Бей. После подписывают представители Англии, Франции, Италии и Японии. После чего наступает очередь более малых союзников. Армения была первой в алфавитном порядке и меня пригласили подписать. Первым, кто поздравил Агаруняна в Северском дворце, был премьер-министр Греции. Продолжение следует. 18 июня 1940 года, призвав к мобилизации все французские вооруженные силы сопротивления, генерал Деголь дал искру победы, которая послушала бы освобождению Франции от немецкой оккупации. Мэр Канн Давид Лиснер характерно описал и напомнил акт сопротивления и его последствия для будущего Франции вплоть до сегодняшних дней. На опоминальной церемонии присутствовал и председатель Национального совета Западной Армении Арменак Абрамян, президент Ассоциации французских ветеранов и борцов сопротивления армянского происхождения Жан Казарусян, президент Национальной ассоциации армянских борцов Вреш Абрамян. Министерство семьи и социальных служб Турции выделило 1740 книг как дружественным детям. В список книг входит Арра Гюлер, известный армянский фотограф Константинополя. Хороший фотограф умеет фотографировать даже на швейной машинке. Также в списке заняли место Полиана, Чарли и шоколадная фабрика, кем был Мухаммед Али, Леонардо да Винчи и его супермозг. Отмечается специальный комитет, созданный для содействия развитию детей, изучил печатные издания, доступные на рынке, и отобрал наиболее полезные книги для детей. В состав комиссии входят психологи, специалисты по развитию детей, социологи, педагоги и социальные работники. В центральной части Арцахской провинции исторической Армении, в лесистой зоне северного хребта Мраб, в глубоком ущелье реки Кюряк, раскинулось одно из древних армянских сел края Геташен. Наличие памятников, материальной культуры, сохранившихся на территории Геташена с богатым и славным историческим прошлым, свидетельствует о раннесредневековом существовании поселения. Некоторые обнаруженные археологические находки относятся до христианскому периоду. Геташен был одним из самых густонаселенных сел Арцаха. По данным переписи населения, в XIX-XX веках Геташен был вторым по численности населения в Арцахе. В 1914 году исключительно армянно-населенный Геташен насчитывал 6080 жителей. За счет своей многолюдности и удобного положения с точки зрения защиты, в отличие от многих армянских сел, Геташен избежал нападений как во время армяно-татарских конфликтов в 1905-1906 годах, так и во время совместных действий османских и муссаватийских войск в 1918-1920 годах. В Геташене придавали большое значение образованию, которое также имеет древнюю историю. Первая приходская мужская школа открылась в 1864 году, а с 1906 года действовала и женская школа. В 1914 году в сельской приходской школе обучалось 140 учеников. В центре села сохранились три церкви, самая старая из которых церковь Авак-Сурб-Нышан или Натак. Надпись, выгравированная на церкви, характерна XI-XII веку. Вторая приходская церковь Сурб-Ас-22 Геташена, расположенная в центре старого квартала. Третья церковь известна как церковь Сурб-Тирямор-Кусаннац в пустыне Кусаннац. В окрестностях села также сохранилось несколько исторических памятников. Примечателен монастырский комплекс, расположенный примерно в двух километрах югу от Геташена, на склоне холма к северу от границы с лесом, известный как монастырь Егнасара. В 1991 году Баку и советская армия предприняли чудовищную насильственную депортацию армянского населения Геташена. Начавшаяся в конце апреля борьба за выживание продлилась неделю. В условиях неравенства соотношения сил было осуществлено изгнание жителя Геташена с родной колыбели. Последний армянский житель покинул село 7 мая 1991 года. На этот раз Баку уничтожил церковь Сурб-Амбардсман в Бердзоре. Строительство церкви было завершено в 1998 году. Крест на куполе был освящен 31 мая того же года. Об этом сообщает независимая академическая платформа «Мониторинг культурного наследия Арцаха». Архитектор церкви Гряча Гаспарян. Строительством руководил Георгий Аракелян. Авторы художественного оформления церкви – известный скульптор Арташе Софсипян, художник Арома Грчан, мастер по дереву Вано Дадуян и другие. Напомним, еще в 2021 году Бакинская общественная организация по охране памятников представила проект «Превращение церкви в мечеть». Следовательно, разрушение церкви – это преднамеренный шаг. Враг заявляет, что в 1998 году армянские варвары построили в Лачине пристройку в виде церкви. После освобождения Лачина от армянской оккупации армяне попытались провоцировать межрелигиозную вражду, придумывая истории, что власти Баку собираются превратить церковь в мечеть. Результат логичен. Незаконная пристройка была устранена. Подчеркнем, это не первый случай массового уничтожения церквей с азербайджанской стороны. Платформа подчеркивает ущерб церкви Сурбамбарсман Бердзори в соответствии со статьей 4 Гаагской конвенции 1954 года о защите культурных ценностей во время вооруженных конфликтов и дополнительным пунктом статьи 15 и 2 протокола, принятого в 1999 году, является серьезным нарушением, которое, как военное преступление, может преследоваться в международных судах. Преднамеренное разрушение церкви также нарушает статью 8 римского статуса. Считается тяжким преступление против человечности. Разрушение церкви Сурбамбарсман Бердзори также является актом геноцида. В рамках программы «Дни европейской археологии» в историко-археологическом музее-заповеднике Метзамор открылась выставка «История одного вишапакара». Камень, датируемый 3-1 тысячелетиям до н.э., находится во дворе музея Метзамора, обнаружен в районе деревни Лачашен. Для армянского Нагоря вишапакары характерны. Их высота достигает 5 метров, имеют форму рыбы или быка. Также встречаются похожие на змею и аиста. Вишапакары в основном найдены на высоких вершинах гор, близи источников, озер и водохранилищ. Вызывают большой интерес как в Армении, так и в международной археологии. В Польше состоялся 43-й фестиваль-конкурс православной церковной музыки Айновка. В фестивале-конкурсе от Восточной Армении принял участие действующий в составе Национального центра камерной музыки и Реванский государственный камерный хор, художественный руководитель и хормейстер Кристина Восканян. Хор получил первый приз в категории профессиональной хоры. В этом году в мероприятии приняли участие исключительно первые лауреаты предыдущих фестивалей. Наша страна получила приглашение принять участие в фестивале этого года в качестве почетного хора, получившего первую награду в 2022 году. В рамках фестиваля хор выступил в Варшаве и Белестоке, наилучшим образом представив армянское исполнительное искусство. Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра!